Рано или поздно, да, все войны оканчиваются за столом переговоров, и эта война тоже так окончится, но у меня вопрос, а что дальше? Кто и как может нам гарантировать, что Путин, Россия, Кремль не соберут опять большую армию и опять не нападут? И какие вы видите варианты? Вступление в НАТО как-то, ну если бы Альянс хотел, он бы уже давно пригласил, да, или сказал бы, что вот дал приглашение, да, или искать какие-то пути, как Азербайджан и Турция, или размещение в Украине каких-то баз НАТО, не вступление в НАТО, ну может даже не НАТО, а других каких-то структур, как вы видите развитие этого сотрудничества? С Альянсом или искать другие варианты? Ну я частично уже как будто бы ответил на этот вопрос, но могу более расширить его, мое понимание, вот, давайте не будем обманываться, да, НАТО это Соединенные Штаты Америки, если будет принята политическая воля здесь в Белом Доме, президентом Соединенных Штатов Америки, генерального секретаря, последнее слово за президентом Соединенных Штатов Америки, вот Рюте назначил Джо Байден, все, и все с этим считаются, вот, поэтому если этот генеральный секретарь не понравится Дональду Трампу, если он захочет его сместить, но если в результате тех решений, которые нужны ему, он может это сделать, однозначно, да, и как бы это НАТО не сопротивлялся. Поэтому надо понимать, что такое, НАТО это военная организация, да, военно-политическая, НАТО, первое слово, военная, и в этой первой армии это Соединенные Штаты Америки, вторая по его масштабу, да, без ядерного оружия, но это Турция, третья армия это Франция, там 200 тысяч, четвертая армия это Великобритания, ну, Франция и Великобритания, они имеют ядерное оружие, Великобритания где-то 75-80 тысяч, в Турции миллионная, у американцев и того больше. То есть я к тому говорю, а в Европе нет больше армии, в Европе вы же видите, да, поэтому они находились под американским зонтиком, они вот сейчас пожарным методом хотят создать свою армию, хотят возродить военно-промышленный комплекс и все остальное. И Америка, естественно, на этом спекулирует, и в первую очередь вот эта тактика того же Дональда Трампа, да, видите, она сработала, но она сработала после начала полномасштабной агрессии России против Украины. И посмотрим, варианты какие есть. Один вариант это прием НАТО. Если принимается НАТО, тогда однозначно цель, которую поставила Украина перед собой и против которой выступает та же Россия, это дает хороший карт-бланш президенту Зеленскому и всему его команде, чтобы украинское общество... То есть мы боролись за прием Евросоюз и за НАТО, то есть за это боролись все на постсоветском пространстве, никто этого не добился, да, я страны Балтии не имею в виду, ни Грузия, ни все. То есть Грузия была наказана в 2008 году за эту тенденцию, Украина была наказана за это в 2014 году, и Украина сейчас полностью оказалась в такой ситуации именно за эти тенденции, да. И если этим самым... Потому что на Финляндию, на Швецию, Москва, видите, совершенно не реагировала. Они тоже, да, приняли в НАТО. Они тоже, да, после 97-го года, и они непосредственно границу имеют. Почему Москва так спокойно на них реагирует? Потому что это до лампочки по большому счету, да. И в первую очередь интересует Украина и Беларусь. Это государство, образующее географию. Для Российской империи, для Советского Союза и для нынешней России. Это еще и Черноморский флот, это Черное море. Поэтому, естественно, здесь они будут стоять намертво. И поэтому здесь они не хотят, и Грузия в том числе, они не хотят ни Грузию, ни Армению они не допустят туда. Поэтому вот все то, что находится в подбрыжье, да, непосредственно бывшая территория Советского Союза, естественно, поэтому они так жестко на это и реагируют. И если здесь будет проявляться политическая воля, и в НАТО их примут, и в Евросоюз, тогда здесь сможет сработать тогда южнокорейский вариант, так скажем. То есть до поры до времени, а потом уже в Кремле же тоже не вечно сидят. Был когда-то Андропов, потом пришел и Михаил Горбачев. И Советский Союз развалился, и очень многое из страны Балтии обратно вернулись в лоно западного мира. То есть можно много чего решать, но для этого надо, чтобы эта территория была бы именно так, в этой же системе, да. Возможный вариант, потому что на южнокорейском перешейке, на границе, там стоят 50 тысяч американских солдат. И они там уже стоят с 1953 года, кажется. Почти что, посмотрите, сколько лет, уже почти 70 лет они там стоят. То есть посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Южную Корею, да. Черно-белое кино, цветное кино. И там американцы, и вот на днях они туда отправили подводные лодки с ядерными боезарядами. То есть никто на Южную Корею нападать не будет. Это ни Китай, ни Северная Корея. Даже им придется напрямую иметь дело с американцами, потому что у американцев конкретный договор с ними. То есть это Южная Корея, это стратегический партнер США вне НАТО. И Япония так, и Израиль так. И поэтому эти страны спокойны, и они не хотят не вступать ни в какие альянсы. Им достаточно одних Соединенных Штатов Америки. То есть здесь вариант есть. Или надо через НАТО, или надо напрямую с Соединенными Штатами Америки. Да, после Соединенных Штатов Америки, по-географически, если мы говорим Европа, ближе всех. Это, конечно, Великобритания из всех стран, которые могут резально впечататься. Потому что, во-первых, Великобритания – это главный союзник в Европе тех же Соединенных Штатов Америки. Это англосаксы. И поэтому Великобритания далеко не случайно вышла из Евросоюза после Брексита. И у нее совершенно другая политика. И напоминаю историю Второй мировой войны. Черчилль, Рузвельт и все остальное. То есть, когда вся Европа пала, Великобритания осталась. И американцы писались только тогда. Поэтому это надо понимать. Второй вариант после Соединенных Штатов Америки – это та же Великобритания. С такими же гарантиями. Вариант НАТО, Евросоюза – это тоже еще один вариант. То есть, я когда говорю Соединенные Штаты Америки, я когда говорю Великобританию – это такой же вариант, как Азербайджан-Турция. После Шушинской декларации. У нас тоже Шушинская декларация подписана. И сегодня с ней считаются все. И Соединенные Штаты Америки будут считаться. И Брюссель, и Франция, и Россия, и тот же Иран. Потому что, если кто-то нападет, даже ядерная Россия нападет, например, или запланирует напасть на Азербайджан, она будет иметь дело со второй армией НАТО. А если турецкая армия туда впишется, как вы сами понимаете, многие в НАТО просто так сидеть не будут в этой ситуации. Тем более, если это будет Россия, или тем более, это будет тот же ИНАТО. Поэтому у нас Шушинская декларация, она посильнее пятой графы, пятого пункта того же НАТО. Который пятый пункт НАТО по сегодняшний день ни разу не исполнялся. Никем. На словах, да, только вот, когда 11 сентября 2001 года это было. Опять же, они все просто поддержали Соединенные Штаты Америки. Но это же на земле все делали Соединенные Штаты Америки. И на земле всегда воевали Соединенные Штаты Америки. И в Корее рядом с американцами были всегда только турки, в первую очередь. Я имею в виду на земле, да. А вот по многим вопросам к ним добавлялись Великобритания и та же Франция, да. Частично те же итальянцы. Вот сейчас, например, касательно Израиля, Ирана, да, если вы видели, они там сбивали очень многие моменты. Ну, если я к чему веду, чтобы нам было понятно, да, вот, когда мы говорим о гарантиях безопасности. Варианты есть, но в первую очередь, вот когда, я так понимаю, Дональд Трамп с президентом Зеленским разговаривали. Если бы президент Трамп сказал ему, я тебе дам эти гарантии безопасности, этой силы, этой силы, как Америка, как президент Америки, да, я вот сделаю это, юридически оформлю, это будет так, так. Как вариант с тем же Израилем, я установлю там военную базу Америки, и там будет и ядерное оружие находиться, там будет и Ф-35 находиться, все, что надо, да. И с этим придется всем считаться в этом мире, всем. То есть, вот такого типа, да. Это как раз тот, я так понимаю, вот планы в победе, вот это неядерный сдерживающий фактор. То есть, неядерный сдерживающий. То есть, у Украины нет ядерного статуса. Вот, например, у Турции нет ядерного оружия, да. Но на базе Инджелик находится ядерное оружие, там 50 ядерного боеголовка находится на этом. Но кнопка находится, конечно, в Вашингтоне, да. Но, опять же, они находятся на территории Турции. И это американская военная база, да. И она находится там со времен Советского Союза. Потому что Турция и Израиль со времен Советского Союза в этом регионе были глазами и ушами, так сказать, блока НАТО, да, и Соединенных Штатов Америки в первую очередь в противостоянии Советским Союзом. Точно такое же можно создать на территории той же Украины, не называя это НАТО. Не называя это НАТО. То есть, американцы это могут сделать. И они не будут спрашивать разрешение ни у кого на планете. Ни у России, ни у Китая. Для этого нужна только политическая воля первого лица здесь и его команда, да. Вот, проявит президент Трамп или нет. То есть, если украинцы, украинские эстеблишеры это почувствуют, что вот да, да, тема за... Потому что чем слушать вот эти дурацкие разговоры с 2008 года, двери НАТО для вас открыты, мы вас примем, мы вас примем, но уже все понимают, что это уже ложь. Вот я, во всяком случае, уже 35 лет большой политики, я уже понимаю. Если я 35 лет тому назад, находясь в правительстве, мне было 33 года, молодой человек, да, точно так же огромное количество таких же, как и я, которые пришли тогда, мы не могли представить себе, что Соединенные Штаты Америки, которые победили в войне с Советским Союзом, и вдруг они придут, так нагло будут врать. Может, стремились к евроинтеграции, к НАТО и так далее, там подобное. И что получили взамен? Они за нашей спиной пошли на сделку с Кремлем, за спиной Грузии пошли на сделку с Кремлем, за стеной Молдов, за стеной Украины, вот точно так же. И теперь, как вы думаете, с высоты этих прожитых лет, нынешней ситуации, глядя на все эти предательства, на других географиях, я буду за это рад? Нет никогда, я сегодня говорю, даром Азербайджану не нужно НАТО, Азербайджану не нужен Евросоюз, Азербайджану вообще не нужны никакие блоки. Азербайджану нужны надежные союзники, которые за Азербайджан впишутся. И мы со всеми будем в прагматичных отношениях. У нас с Евросоюзом стратегические отношения экономические, вот мы деньги делаем с ним, с Китаем точно так же, мы с Россией делаем деньги, с Ираном делаем деньги, все. Но делая эти деньги, мы сначала решили вопрос безопасности. Вот у нас есть Шушенская декларация, и если кто-то захочет напасть на магистраль Баку Джейхан, Баку Тбилиси Карс, вот эти все нефтепроводы, газопроводы, вот эта вся логистика, они будут иметь дело со всеми теми странами и компаниями, которые туда вложили деньги, Бритиш Петролем там, и другие, да, и американские компании, которые все там вложились. И в первую очередь они будут считаться с той же Турцией, которая имеет эти отношения с Азербайджаном. У нас подписанный договор, похожий, как с Евросоюзом, с тем же Китаем мы подписали. У нас вроде подписан договор о партнерских отношениях с той же Россией, поэтому Россия всегда как будто бы на словах хорошо к нам относилась, но до поры до времени. Но она 200 лет нас дербанила, да, и разделила вместе с нас, с Ираном, и после Советского Союза тот же Ельцин, первая Карабахская война, как нас наказали. А сегодня, видите, она по-другому все не везет, потому что у нее идет противостояние на других географиях, особенно с тем же Западом, да, и ей важно здесь иметь лояльность того же Азербайджана и той же Турции. И поэтому из армяно-центричной политики у них, у них стала уже совершенно другая политика, у них нет армяно-центричности, у них нет даже Азербайджана-центричности, да, но они, естественно, смотрят, что им выгодно сегодня. Им выгодно сегодня иметь хорошее лояльное отношение с Азербайджаном, хорошее лояльное отношение с Турцией. Нас это устраивает, нас это устраивает. Иран-Тиберс, с этим считается, стал шелковым. Стал шелковым в этой ситуации. Но это же не говорит о том, что это вечно будет так. Завтра они такие хорошие, то есть сегодня они такие хорошие, нормальные вроде бы на столах, а завтра, как может быть, кто-то может поменяться. Поэтому мы должны быть готовы к этому. На века. И поэтому у нас будет вот эта Шушинская декларация на века. Президенты, которые сегодня есть, заложили этот фундамент не на то, что это пока не президент. Это на века. И договор, который должен заключен быть между Азербайджаном и Арменией, на века он должен быть. И вот через эту призму и Украина так должно быть. То есть у вас должны быть союзники на века. Вот как, например, 70 лет Израиль с Соединенными Штатами Америки. Вот столько же, 70 лет Израиль с Южной Кореей. 70 лет Израиль после Второй мировой войны с той же Японией. Посмотрите, во что превратилась Япония, во что превратилась Южная Корея. Тот же Израиль сегодня, самая благополучная слона вот в этом окружении, в этом регионе. И в военно-техническом плане, и в экономическом плане, и по многим других моментам. У них есть ядерное оружие, у них прекрасная армия, и многое еще другое. Но просто для того, чтобы все это произошло, нужна политическая воля Соединенных Штатов Америки. И политического эстеблишмента, и конкретно первого лица. И вот после этого любой пойдет на мир через силу. Будь то Китай, будь то Россия. Потому что напрямую им придется дело иметь с теми же Соединенными Штатами. А Соединенные Штаты Америки за все эти годы, они так усилят тот же Китай. Если Израиль на такой маленькой географии так усилился сегодня, и с этим все считаются в этой географии. Израиль многие вопросы там решает без американцев. Американцы просто подвозят туда эсминцы свои, на всякий случай они, мы там стоим. Имейте в виду. Но Украина это не Израиль, и географически, и своим человеческим потенциалом. И я напоминаю, что Украина была номер один военно-промышленный комплекс Советского Союза. Это же все есть, если это возразить. Если американцы вложатся туда, можете представить себе, что будет собой представлять Украина на европейском континенте. И будет посильнее, чем той же Германии, той же Франции. Если американцы туда вложатся. То есть, американцы могут сделать из этой территории такую же Южную Корею, такую же Японию. Но для этого надо, чтобы американцы этого захотели. То есть, для этого нужна политическая воля. То есть, когда-то политические лидеры Америки, в 70-е годы, тот же Никсон, Киссингер, они же приняли такое политическое решение касательно Тайвана и Китая. И поменяли их местами в Совете Безопасности ООН. И после этого, благодаря Дэн Сио Пин, и тогда Генри Киссингер был, и Никсон. И мы увидели тот современный Китай. Китай, который был при Мао Цзэдуни, с культурной революцией, в которой миллионную жертв убивали, нищета. И тот современный Китай, который мы сегодня видим, это 70-е годы. Вот эта политическая воля, которая была принята, и тогда эта политическая воля была принята в пику Советскому Союзу. Напоминаю, тогда Советский Союз, поэтому с Китаем были плохие отношения. Американцы как раз-таки на этом сыграли. Вот американцы сейчас в этом треугольнике будут работать. США, Китай, Россия. Потому что для них нужно... Россия нужна им в качестве задерживающего фактора против Китая. Значит, и с Россией придется им договариваться. Но я не думаю, что это надо будет делать за счет Украины. Или Украина согласится в этой ситуации. Если в 2014 году еще можно было предположить... В принципе, так они и поступили. То есть вот тогда лапки кверху мы ничего не могли делать. Но сегодня, после того, через что мы прошли, я не думаю, что будь то Дональд Трамп, или два Дональда Трампа будут в Белом доме сидеть, он это прекрасно понимает. Вот то, что я это все сказал, это в предвыбленной кампании, это не скажешь. Это когда садишься в кабинет, перед тобой собирается разведка, собирается Пентагон, собираются специалисты, вот вся эта закрытая информация. Это я вам сказал на уровне моей аналитики. А если бы я еще владел бы вот всей этой секретной информацией, которую ему поставят перед ним, тогда он будет понимать, что у него есть, какие у него сильные стороны и какие у него слабые стороны. Какие слабые стороны у той же России, какие сильные и слабые стороны у той же Украины, у Китая, и тогда он будет принимать решение. А так вот просто пришел в кабинет, поднял трубку и решил этот вопрос. Это совершенно не та страна. страна Соединенных Штатов Америки – это не Россия, это не Китай, это совершенно другая ситуация, поэтому здесь надо будет все взвешивать. Я очень надеюсь на то, что то, что я вам обрисовал, это частично соответствует тому плану победы или некоторым моментам этого плана победы, который хотел бы анонсировать президент Зеленский, потому что если за вас никто, потому что гарантии безопасности Украины сегодня должны обеспечить кто-то из постоянных членов Совета Безопасности, которые за Украину впишутся. За Азербайджан вписался не постоянный член Совета Безопасности, но это вторая армия НАТО, а это очень тоже сильный аргумент. И если сегодня многополярный мир как-то пойдет не в ту сторону или кто-то что-то будет не то делать, я не сомневаюсь, придет время, что и Турция захочет иметь язерное оружие. Чем Турция хуже Северной Кореи, чем Турция хуже того же Ирана, того же Израиля. У Израиля тоже есть ядерное оружие. Почему у Израиля есть, а у Турции не может быть? Израиль – союзник США, Турция – союзник США, Турция вообще член НАТО. Поэтому если сегодня этот вопрос не поднимается, завтра он может подняться. Как же президент Зеленский сказал, если мы сегодня этот вопрос не поднимаем. Потому что вы нас кинули после 1994 года по Будапештскому меморандуму. Если вы будете нас сегодня давить и думать, что 2014 год, мы можем сильно сопротивляться. Если нация вся будет поддерживать президента Зеленского, с этим придется всем считаться. И президенту Трампу в том числе. И с моей точки зрения, рано еще что-то говорить. Не надо паниковать. По той простой причине, что вы точно будете знать, что такого, что было, уже больше не будет. То есть шаг вперед, два шага назад. То есть Дональд Трамп, он из этой категории, я так понимаю, что или он не будет поддерживать вообще, он не будет имитировать оргазм, как это имитировали демократа, то есть шаг вперед, два шага назад. Или он будет поддерживать 100% вас, или он не будет 100% вас не поддерживать. То есть два варианта. Он не тот человек, чтобы вот так юлить. Мы это знаем. Поэтому надо посмотреть, что он будет делать. Потому что у него была встреча с президентом Зеленским. Закрытая встреча. Никто на эту тему, никто ни слова не сказал. Ни он, ни президент Зеленский молчат. Президент Зеленский своим таким доброжелательным твитом в личный раз показал, что он готов работать. И он подчеркнул, что там касательно тех договоренностей, которые были при их личной встрече. И там ключевая фраза, я так понимаю, это «мир через силу». Вот теперь самый главный вопрос, на который все ждут ответ. Что означает «мир через силу», который озвучил президент Зеленский и то, что предложил ему Дональд Трамп. То есть как американцы, лично Дональд Трамп, будут демонстрировать эту силу. И вот только после этого нам, экспертам, вам, журналистам, и в целом гражданам Украины, и всем тем, кто поддерживает Украину, будет тогда понятно те решения, которые планирует принимать президент Трамп в этой ситуации. Поэтому сегодня... А то, что за 24 часа, за 48 часов и за неделю он эту войну не остановит, никто же в этом не сомневается. Это предвыборная риторика для того, чтобы прийти к власти. Не устаю повторять известные слова Бисмарка. Никогда так много не врут, как перед выборами, во время войны, после охоты. То есть поэтому то, что столько лжи мы услышали во время предвыборной кампании, это почти 70-80% того, что они говорили, это неправда. И если Трамп хотя бы 10-20% того, что он обещал, сможет реализовать, это уже будет неплохо для него, как для президента. Особенно касательно внутренней политики, хотя бы в первую очередь той же иммиграционной тематики. Потому что именно на иммиграционной тематике он в первую очередь и пришел к власти. А во внешней политике он в своей победной речи во Флориде заявил о том, что он остановит все войны, то есть и Ближневосточную войну, и Российскую, Украинскую войну. То есть ему вообще не хочется воевать ни с кем. Но если ему на Ближнем Востоке, это легче будет сделать, потому что там противником того же Израиля является Иран. А Иран это не Россия и не ядерная держава. И с Ираном легко можно разобраться, с американцем. Особенно учитывая, что в Израиле находится непосредственный союзник Дональда Трампа, его личный друг Бенемен Натаньяху. А в России и в Украине у него друзей нет. И сказать, что у него близкие партнеры тоже нельзя сказать. Потому что и там, и там находятся президенты, которые сегодня в этом противостоянии, в этой войне, дошли до такого состояния, что не каждый из них не собирается отступать. Поэтому это очень будет сложно. По сравнению с Ближневосточным конфликтом, российско-украинская война намного сложнее. И ее ни за один день, ни за два дня, ни за семь недель решить невозможно. Здесь нужно какое-то такое решение, с которым придется всем считаться. То есть, или Украине он должен сделать предложение, от которого Украина не сможет отказаться, или он должен Россию поставить в такие условия, с которыми России придется считаться. Поэтому давайте подождем и не будем торопиться и не паниковать. Рано или поздно это все будет расшифровываться. И тем более ваш президент не тот человек, который будет молчать. Вот вы видели все два с половиной года этой войны. Он говорил всегда все открытым текстом. В последнее время, посмотрите, как он критиковал даже уже нынешнюю администрацию. И это говорит о том, что он готовился, может быть, к тому, что эта администрация идет и придет Дональд Трамп. С Дональдом Трампом, как мы отметили уже, что у него была конкретная встреча. И он довольный остался этой встречей. Но вот посмотрим, как итоги этой встречи будут реализовываться. Может быть, они и говорили, вот я сделаю то-то, то-то, то-то. Только если тебя это устраивает, вполне может быть, он сказал, вот у меня план победы вот такой-то, да, он же анонсировал план победы. Для этого мне надо прийти к власти. Поэтому если президент Зеленский пока говорит, в общем, довольно доброжелательно, и у него тоже есть какая-то надежда, значит, у него была какая-то беседа. Поэтому все остальное – это спекуляции. Никто сегодня ничего сказать не мог. Будет базироваться на том, что человек говорил в предвыборной кампании. В экспертизе тоже неправильно, потому что мы понимаем, что во время предвыборной кампании в основном говорят неправду, и все то, что говорят, не будут выполнять. Продолжение следует...